Так что без лишних слов, позвольте мне просто представить концепцию еды как лекарства. Большинство из нас слышали об этом, но реальный вопрос заключается в том, откуда взялась эта идея. Большинство людей отнесут термин пища как лекарство, или пусть пища будет лекарством к Гиппократу. И это утверждение является правильным. Это всего лишь предположение. Мы действительно не знаем, говорил ли это Гиппократ, но я скажу вам, что во времена Гиппократа не существовало сложных лекарств. И поэтому еда рассматривалась в значительной степени как часть того, как мы действительно исцеляли себя и оставались здоровыми. И в этом действительно заключается суть всего этого. За этим стоит долгая история, но сейчас все изменилось благодаря тому, что у нас действительно есть наука. Так что прежде чем мы поговорим о еде, давайте поговорим о том, как на самом деле организм реагирует на различные вещи. Давайте поговорим о биотехнологиях. Существует целая область методов лечения ангиогенеза, направленных на улучшение кровообращения, регенеративная медицина, инъекции стволовых клеток. Модификация ДНК – это генная терапия. Микробиум в настоящее время является горячей областью для изучения новаторами. И иммунотерапия на самом деле является одним из самых больших прорывов в лечении рака. На самом деле, она получила Нобелевскую премию в 2018 году. Так что в каждой из этих областей я лично работал над технологией разработки биофармацевтических препаратов. Так что я много знаю о том, как принимать лекарства, химическое или биологическое, глядя на системы, которые вы использовали бы для его тестирования. Внутрь затем действительно критически посмотреть на то, можем ли мы действительно показать какой-то эффект. Примерно 10 лет назад, когда я занимался этим, я понял, что это было нечто совершенно удивительное, потому что, как врач, мои пациенты всегда хотели бы знать, что они могут сделать для лечения своей болезни. А еще я выписывал рецепты и давал рекомендации, иногда проводя по ним клинические испытания. Но потом, перед тем, как покинуть офис, они всегда спрашивали меня, «Эй, док, еще одна вещь. Что я могу для себя сделать? Что мне следует съесть?» И еще я понял, что большинство врачей не имеют образования в области питания или имеют очень-очень слабое образование в области питания. И я почувствовал, что это неправильно. У меня его не было. У меня было так много других ответов, которые я мог бы предложить своим пациентам, и мыслей, которые я предлагаю своим пациентам. Но когда дело дошло до о питании, я почти ничего не знал. И вот тогда-то я действительно вернулся к пониманию того, что многое из того, что мы знаем о организме, стало возможным благодаря нашему лекарству усилия в области развития. В этой области проводится множество исследований. Именно для этого НИ обычно финансируют исследования, направленные на то, чтобы на самом деле разработать методы лечения. Но я понял, что знаете в то время, как вы могли бы принять некоторые лекарства. Исследователи, они могли бы выйти в интернет и заказать химиотерапию на ночь, которая прибудет на следующий день. И они могли бы взять ложку этого лекарства и ввести его в свою экспериментальную систему. И уже через несколько дней или, может быть, даже через несколько часов вы узнаете, действительно ли то химическое вещество, которое вы заказали, может быть полезным против рака или какого-то другого заболевания. Если бы вы подняли телефонную трубку и заказали пиццу или салат, чтобы их доставили в вашу лабораторию, то это было бы то же самое, если бы исследователь изучил это. Изучил лук, перец, грибы или томатный соус. То у того исследователя, который мог бы быть блестящим специалистом в области изучения рака, не было бы никакой возможности на самом деле выяснить, в чем заключалась эта активность. Так вот, именно это я и намеревался сделать на самом деле. Используйте инструменты биотехнологии, чтобы по-настоящему начать изучать продукты питания, чтобы пища как лекарство действительно стала своим собственным тезкой. Мы действительно изучаем ее самым изощренным образом. Так что теперь я хочу поделиться с вами тем, что мы знаем об этой системе. Я собираюсь начать с ангиогенеза. Ангиогенез — это рост кровеносных сосудов в организме. В нашем теле насчитывается более 60 миль кровеносных сосудов, и каждый из них забирает кислород из наших легких, которым мы дышим, и питательные вещества, которые мы фактически едим и глотаем. Эта сеть доставляет эти элементы в каждую отдельную клетку нашего тела. Так что это действительно буквально наши жизненные линии в нашем теле. И наше тело должно защищать наше здоровье, следя за тем, чтобы эти сосуды функционировали в идеальном порядке. Это означает, что у нас есть только нужное количество кровеносных сосудов, не слишком мало, иначе ткани погибнут, не слишком много. Иначе кровеносные сосуды начнут питать болезнетворные ткани, такие как рак, а также при других воспалительных заболеваниях. Таким образом, наше тело обладает способностью поддерживать все кровеносные сосуды в идеальном равновесии и под идеальным контролем. И хотя лекарства могут пройти насквозь. Или могут кровеносные сосуды замедлить рост с помощью пищи. Это просто похоже на работу садовника, который каждый раз подстригает живую изгородь до идеальной высоты. И это действительно важная вещь, о которой стоит задуматься, потому что когда мы едим пищу, мы на самом деле либо подрезаем, либо растем кровеносные сосуды. Если у нас недостаточно кровеносных сосудов, то это может привести к целому ряду ишемических заболеваний. А если у вас действительно слишком много кровеносных сосудов, то эти кровеносные сосуды также могут подпитывать болезни. Так вот, когда нарушается баланс в организме, баланс андрогенеза, который защищает наше здоровье, когда этот защитник поврежден. У вас будет слишком мало или слишком много кровеносных сосудов. И в конечном итоге ты заболеешь болезнью. А где мы видим это чаще всего? Кстати, вот эти желтые звездочки находятся именно там, где они уже одобрены управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. И мы хотим стремиться к достижению этой здоровой середины. Позвольте мне показать вам первый пример того, как мы действительно можем ингибировать ангиогенез или остановить дополнительные кровеносные сосуды. Оказывается, что рак захватывает кровеносные сосуды, потому что все виды рака начинаются с безвредных клеток в нашем организме. На самом деле у каждого из нас, кто смотрит это видео, на самом деле есть микроскопические раковые образования, растущие в нашем теле как прыщи. Это просто естественно. У нас есть триллионы клеток, которые делятся. Некоторые из них будут совершать ошибки. Большинство этих микроскопических раковых опухолей будут обнаружены иммунной системой и не смогут расти. У них нет кровоснабжения. Но когда они действительно поймут, как увеличить кровоснабжение, тогда кровеносные сосуды смогут расти. И оказывается, и это мое исследование показало, что как только кровеносный сосуд соприкасается с микроскопическим раком, эта опухоль может вырасти в 16 раз всего за 2 недели. И те же самые кровеносные сосуды, которые питают раковые клетки, могут позволить им выйти в кровоток. Таким образом, антиангиогенные препараты сокращают кровоснабжение опухоли. Это важный способ. Голодание при раке – это новый способ реального лечения рака. И вот именно так мы открыли и протестировали те препараты, которые наше управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило для ингибирования ангиогенеза или лечения рака голоданием. Слева вы смотрите на кольцо аорты с точки зрения орлиного глаза. Это самый большой кровеносный сосуд в организме. Так что на самом деле это происходит в лаборатории в организме животного. Аорта внутри этого кольца представляет собой клетки кровеносных сосудов, которые обычно находятся в спокойном состоянии. Но как только вы капните немного вещества, которое высвобождается опухолями, вы можете как бы увидеть эту белую звездочку из кровеносных сосудов, которые все растут наружу. На самом деле, если бы вы ввели чернила в одну из этих маленьких тонких прядей волос с одной стороны, чернила потекли бы по всей длине. Потому что на самом деле это сеть кровеносных сосудов. А теперь, если вы хотите ввести лекарство. Вот здесь, с правой стороны, вы можете увидеть, что это лекарство называется ТНП-470. Вы закрываете все эти кровеносные сосуды, и они не могут расти. Именно так разрабатываются методы лечения рака, направленные на голодание раковых опухолей, потому что теперь вы знаете, что можете перекрыть кровоснабжение опухоли. И действительно, тот же самый препарат, который я вам только что показал, был протестирован на одном пациенте. Это пациент, получивший компьютерную томографию грудной клетки пациента. Черные участки легких, белый овал посередине, это сердце. И вы можете как бы видеть с левой стороны, внутри этих черных областей, похожих на полумесяц, находятся маленькие белые спикулы. Это метастатический рак шейки матки, ясно? У 40-летней женщины рак шейки матки распространился на ее легкие с метастазами, и она получила тот же самый препарат, который я вам показывал. На правой стороне кольца аорты, где он перекрывает все кровеносные сосуды, и 18 недель спустя, вы можете очень ясно увидеть это, если будете голодать. Сокращая кровоснабжение опухоли, вы препятствуете ее росту. Так что это действительно очень захватывающая вещь. Это привело к совершенно новому этапу в лечении рака, который называется антиангиогенной терапией. Я занимаюсь этим вопросом уже 25 лет. Но теперь позвольте мне на самом деле показать вам тот вопрос, который я задал. А что если бы мы не тестировали какое-то лекарство? Что же мы тестируем? Может быть что-нибудь из сада или с фермерского рынка. А теперь позвольте мне показать вам тот же самый инструмент, которым мы пользуемся. Опять же это кровеносные сосуды, которые, если вы удалите опухоли, которые следуют за ними, образуют звездообразную вспышку. А теперь вместо лекарств давайте добавим немного вещества, которое мы можем извлечь из пищи. В данном случае это соя. Фитоэстроген, фитохимическое вещество, которое на самом деле содержится в сое, фактически блокирует весь рост кровеносных сосудов. И кстати, в этой системе нет рецепторов эстрогена. Так что это не эстрогенный эффект. И вы можете увидеть, насколько мощным антиангиогенным веществом является соевый генистеин. Существует городская легенда о том, что женщины, которые хотят избежать рака молочной железы, должны держаться как можно дальше от сои из-за содержания в ней фитоэстрогена. Оказывается, фитоэстроген, растительный эстроген, совсем не похож на человеческий эстроген. И на самом деле растительный эстроген блокирует действия человеческого эстрогена. Это что-то вроде тамоксифена матери природы. Итак, то, что я вам здесь показал, заключается в том, что вы действительно можете остановить ангиогенез. Но реальный вопрос заключается в том, действительно ли это работает у людей. А вот результаты исследования, в котором приняли участие пять женщин из Шанхая. Оно называется «Шанхайское исследование выживаемости при раке молочной железы». И они действительно изучали потребление сои в качестве пищи у пяти женщин, у которых уже был рак молочной железы, наиболее уязвимой группы населения. Послушайте, если соя причинит вам вред, то это действительно сильно повредит женщинам, у которых уже был рак молочной железы. Они посмотрели на людей, переживших рак молочной железы, и посмотрели, сколько сои они съели. И обнаружили, что у тех женщин, которые ели больше сои, риск смерти от рака молочной железы снизился почти на 30%. А что касается женщин, которые действительно выжили после рака молочной железы, если они вообще выжили. У тех, кто употреблял больше сои, также был более низкий риск рецидива, так как меньше кровеносных сосудов питало раковые опухоли, чтобы они могли вернуться. А теперь скажите, сколько сои вам на самом деле пришлось съесть? Оказывается, для достижения такого эффекта вам требовалось всего около 10 граммов соевого белка в день. А это примерно столько же сои, сколько содержится в одной чашке соевого молока. Сейчас в Азии существует так много различных видов сои, ферментированной, не ферментированной, вареной, а не сырой. Что у нас в Америке, как правило, относительно ограниченный репертуар. Может быть у нас есть немного тофу, может быть у нас есть немного соевого молока, может быть у нас действительно есть немного сои. Они делают соевый сыр. Но реальность такова, что существует очень много различных типов соевых белков, которые существуют на рынке. И поэтому основываясь на том, что я показал вам в этом исследовании с участием пяти пациентов, скептик сказал бы, всегда полезно показать один случай. Но откуда нам знать, что это правда? Люди, может быть, это был всего лишь один шанс из пяти. Именно тогда мы провели метаанализ 14 исследований, 14 различных исследований, которые вы можете увидеть слева. И во всех этих исследованиях рассматривался вопрос о том, была ли соя причиной большей смертности или способствовала улучшению выживаемости больных раком молочной железы. И вы можете очень ясно видеть, что ни в одном исследовании на самом деле соя не вызывала большего количества смертей. На самом деле, во всех исследованиях она действительно улучшала выживаемость. И вот еще раз повторяю, именно здесь пища как лекарство изучается с использованием фактических данных, с использованием науки. Я показал вам доклиническую лабораторную работу. Я показал вам несколько клинических испытаний. А теперь я показал вам несколько метаанализов. Вот как на самом деле можно использовать пищу в качестве лекарства. По крайней мере, это один из способов действительно использовать пищу в качестве лекарства, над которым я работаю. Так вот, существует множество продуктов, обладающих антиандрогенной активностью. Я написал книгу под названием «Ешьте», чтобы победить болезнь, которая была представлена на рынке. Пожалуйста, не стесняйтесь, если вам захочется ознакомиться со списками с более чем 200 продуктов питания, о которых я писал. В данном случае это неполный список продуктов, обладающих антиандрогенной активностью. Именно об этом я и говорю. Давайте вкратце поговорим о продуктах, стимулирующих андрогенез, чтобы мы действительно могли помочь противодействовать акту, когда у нас недостаточно кровеносных сосудов в организме. Я считаю, что ячмень, грибы и другие продукты содержат бета-диглюкан, который на самом деле является растворимой клетчаткой, которая заставляет ваш организм усиливать регуляцию, вырабатывать больше естественного удобрения для роста кровеносных сосудов там, где это необходимо. Это нужно для того, чтобы залечить рану. Это нужно для восстановления после сердечного приступа. Это нужно для восстановления после инсульта. Вот, собственно, данные этого исследования показывают, что если бы вы действительно перерезали коронарную артерию лабораторного животного и вызвали у него сердечный приступ, то если бы вы накормили его мясной похлебкой, то крыса еда в лаборатории была приготовлена из макаронных изделий. Макароны были приготовлены не из пшеницы, а из ячменя, а в ячмене содержался бета-глюкан. Вы можете видеть на гистограмме, что у тех, кто ест макароны, приготовленные из бета-глюкана, которые стимулируют кровеносные сосуды, на самом деле образуется больше кровеносных сосудов. И вы можете видеть коричневое пятно на панели справа, что это пи-биги, паста, приготовленная с бета-глюканом. Вы можете видеть, что там растет больше кровеносных сосудов. Так вот, это пример чего-то перорального на животной модели. Той же самой животной модели, которую мы используем для изучения терапевтических препаратов для ангиогенеза при разработке биотехнологий. И вы можете увидеть результаты, которые мы действительно можем получить. Так вот, существует также природное химическое вещество, называемое гликолевой кислотой, и оно содержится в пищевых продуктах. Его часто можно найти в кожуре фруктов, например, в яблочной кожуре, клюквенной кожуре, кожуре винограда. Не всегда легко есть фруктовую кожуру, если только вы не употребляете ее в виде сухофруктов, например, в тропической смеси. Но таким образом вы действительно можете съесть много фруктовой кожуры. Но фруктовая кожура содержит урсоловую кислоту, а урсоловая кислота, как было доказано, помогает организму реагировать. Создавая естественное химическое вещество, называется окисью азота. Так вот, оксид азота не только вызывает расширение сосудов. Это то же самое вещество, которое виагра заставляет ваше тело производить более крупные кровеносные сосуды, улучшая кровоток. Мы знаем, что делает виагра. И на самом деле продукты с нашей солевой кислотой также помогают расширять кровеносные сосуды, а это стимулирует образование новых кровеносных сосудов. Когда вы кормите животных, у которых на самом деле перерезана бедренная артерия, а она находится слева, вы можете увидеть сравнение. Это крыса слева направо. С этой левой стороны кровь не течет. Посмотрите на другую ногу. На правой стороне фотографии я изображен с красным кровотоком. Вот здесь есть буква «Посередине хвост, хороший кровоток». Так вот, после трех дней лечения урсоловой кислотой Вадимой Перорально, вы можете увидеть, что она получается из кожуры фруктов. Кстати, вы можете увидеть, как расширяются кровеносные сосуды, растут новые кровеносные сосуды и защищают их от ишемии или недостатка кислорода. От кровотока. Итак, еще раз повторяю, еда – это лекарство. Кстати, откуда нам известно об этих типах лабораторных анализов на животных? Потому что это именно то, что мы используем для разработки методов лечения ишемических заболеваний конечностей или периферических артерий. Это методология золотого стандарта, используемая при разработке лекарств. Так вот, вот мой опыт работы. И вместо того, чтобы тестировать лекарства, мы на самом деле тестируем природные химические вещества. Эти химические вещества поступают из продуктов питания. И именно в этом действительно заключается самое интересное. Итак, вот вам целый список продуктов, обладающих активностью стимулирующей андрогенез. И любой, кому это интересно, если вы зайдете на мой веб-сайт drwilliamly.com, drwilliamly.com, вы можете зарегистрироваться. И я действительно, поскольку исследования продолжаются, публикую информацию о новых открытиях в области андрогенез, продукты питания и здоровья, все это время. Я также веду онлайн-курс по этому вопросу, в котором также содержится самая свежая информация. А теперь скажите, почему я трачу столько времени на то, чтобы поговорить об этом сразу после того, как заговорило ковид? Потому что прошлой весной меня как бы бросили в огонь, чтобы попытаться помочь разобраться в том, что происходит с ковид. И еще мы получили образцы тканей для вскрытия людей, умерших от ковид. И мы глубоко изучили их на ультраструктурном уровне. Мы увидели, что коронавирус на самом деле поражает не только легкие, но и кровеносные сосуды. Так что теперь я хочу поделиться с вами кое-чем, что видели очень немногие люди, хотя мы опубликовали это в медицинском журнале Новой Англии. Но с левой стороны находится нормальная, здоровая, легкая, с прекрасными кровеносными сосудами, похожими на кружевную световую сеть. И если вы прищуритесь, то почти сразу увидите, что эти кровеносные сосуды окружают воздушный карман. Так вот, когда мы вдыхаем, кислород попадает в этот воздушный карман, в этот пузырь, а затем поглощается нашими кровеносными сосудами. И эти кровеносные сосуды, канал длиной в 60 миль, доставляют кислород ко всем клеткам нашего тела. Так вот, одна из вещей, которую мы обнаружили, когда действительно изучали вирус COVID, находится вот здесь, с правой стороны. Заражение вирусом COVID, когда коронавирус поражает кровеносные сосуды, не только легкие, но и сами кровеносные сосуды в организме, приводит к разрушению кровеносных сосудов. И именно поэтому у нас возникают микротромбозы или крошечные сгустки крови. Это происходит в головном мозге, сердце, конечностях, пальцах ног и почках везде. И когда я увидел это, и мы опубликовали это в медицинском журнале Новой Англии, это внезапно стало сигналом о том, что именно это из всех причин является причиной того, почему ты же не хочешь заразиться ковидом. Вы же не хотите сразу понять это и покончить с этим, потому что мы считаем, что в какой-то степени такого рода повреждения происходят с каждым человеком. Сейчас, к счастью, кровеносные сосуды могут восстанавливаться сами по себе. Как я вам уже показывал, организм в некотором роде способен вернуться туда, где ему нужно быть. Но у некоторых людей он не восстанавливается. А вот эти фотографии с правой стороны сделаны кем-то, кто умер от ковида. Итак, это завершающая стадия. А теперь, прежде чем люди умрут, я хочу показать вам, как мы на самом деле изучали кровеносные сосуды и живых людей. Итак, слева изображено легкое, набор легких совершенно здорового человека. Мы изучили тысячу из них. И все, что мы можем сделать, это использовать компьютерную томографию и кусочек за кусочком реконструировать все их кровеносные сосуды. Красный цвет – это крошечные кровеносные сосуды, желтый среднего размера, синий – более крупные кровеносные сосуды, удалить всю остальную легочную ткань. Теперь у вас остались только кровеносные сосуды в легком. И мы действительно можем повернуть эту штуку в трех направлениях. Это довольно круто. Это похоже на то, что происходит в парке Юрского периода в Нью-Йорке. Вы действительно можете получить эти действительно красивые модели. А с правой стороны вы можете увидеть, что делает ковид. Это пациент, у которого действительно была острая форма ковид, но он еще не умер. И вы можете видеть, что вирус полностью уничтожен и подавлен, разрушив некоторые из этих крошечных кровеносных сосудов. Так что это происходит не только у людей, которые умерли, но даже у людей, которые пострадали, и у людей, страдающих одышкой, продолжает наблюдаться одышка. А теперь перенесемся с марта на апрель и май, когда мы выполняли эту работу, а затем на июль, август и сентябрь. Сейчас мы наблюдаем людей, которые выздоровели от ковид 6 месяцев назад, 3-6-9 месяцев назад, и теперь у них все еще одышка. Когда они обращаются к своему врачу, результаты медицинского осмотра выглядят нормально. Они двигают своим дыханием, они чувствуют себя так, как будто у них в легких движется воздух. Им сделали рентген грудной клетки, и все выглядит нормально. Им сделали компьютерную томографию, и все тоже выглядит нормально. Мы взглянем на результаты компьютерной томографии. И если вы действительно прищуритесь посередине, то увидите, что это человек, долгое время переживший ковид. Вы можете увидеть, что его состояние не так хорошо, как у левой стороны, и не так плохо, как у правой, но все еще не совсем восстановилось. Так вот, вот что происходит с длительным ковидом, долгосрочным ковидом, как мы понимаем у некоторых из этих пациентов с длительным перевозчиком. Страдающие длительным заболеванием ковид, или теперь это называется пастострыми последствиями ковид. Но если бы вы взглянули на эту фотографию, то все равно не смогли бы точно определить, насколько серьезны были повреждения. Так что позвольте мне показать вам это. Мы действительно можем войти в систему с помощью компьютера и посчитать кровеносные сосуды. Итак, в левой колонке указаны три размера кровеносных сосудов. Меньше пяти — это крошечные сосуды, от пяти до десяти — средние — желтые. Красные — это самые маленькие, а больше десяти — синие. И поскольку мы изучили тысячу легких, мы можем провести сравнение с помощью того самого пациента, которого я только что показал вам на слайде в середине. Какой процент нормальных кровеносных сосудов присутствовал у страдающего длительным ковидом? Хорошо и так, что касается самых маленьких кровеносных сосудов, тех красных, то они составляют всего менее 50% от нормы. В среднем кровеносном сосуде дефицит составляет менее 80%, а всего 20% от нормы. А если в более крупных сосудах отсутствует 70%, то только 30%. Так что я на самом деле занимаюсь этим вопросом, пытаясь выяснить, что на самом деле можно сделать, чтобы помочь предотвратить это. Вылечить это заболевание, а также помочь людям выздороветь. И один из главных вопросов заключается в том, можем ли мы использовать диету. Можем ли мы использовать ангиогенез для того, чтобы действительно попытаться помочь людям выздороветь. Таким образом, существуют также дополнительные осложнения, связанные с выпадением зубов у людей с длительным заболеванием ковидом. На самом деле это письмо от адвоката пациента, у сына которого полностью выпал зуб. И оказалось, что в десне зуба находятся кровеносные сосуды и нервы, и она богата рецепторами, которые коронавирус любит заражать, поэтому эти кровеносные сосуды находятся прямо во рту. Мы действительно знаем, что это еще одно место, пострадавшее от ковида. Так вот, одна из интересных вещей заключается в том, что наше тело также обладает способностью к самовосстановлению изнутри наружу. Так вот, когда мы были детьми, нас учили, что морские звезды и саламандры могут регенерировать, а люди нет, не так ли? Это неправильно. Оказалось, что эта глава была вырвана из учебника и выброшена. В новой главе говорится, что люди могут регенерировать довольно медленно, но наши органы, наши волосы, наша кожа, слизистая оболочка кишечника, наши легкие. Наша печень и даже наш мозг действительно могут регенерировать. А теперь скажите, как она восстанавливается. В ней используются стволовые клетки, а не те, которые вы покупаете в клинике в торговом центре и платите наличными за то, чтобы вам сделали инъекцию в колено. Именно такие клетки на самом деле поступают в наш костный мозг. Они обитают в середине нашего костного мозга. И когда происходит травма или когда нам нужно восстановить наши органы, эти стволовые клетки вылетают из нашего костного мозга. Чтобы восстановить нас и регенерировать, обновить нас изнутри наружу. Так вот, это называется регенеративной медициной. Это морская звезда. Я работаю в этой области уже почти 30 лет. Я же говорил вам, что именно эти органы действительно восстанавливаются. И мы знаем об этом, если у вас действительно есть травма. Итак, это исследование, проведенное в Италии, в котором приняли участие 25 человек, получивших довольно серьезные ожоги. Они обратились в отделение неотложной помощи. В отделении неотложной помощи у них действительно брали кровь, чтобы посмотреть, сколько стволовых клеток по вертикальной оси они обнаружили в своем кровотоке в любой момент времени. А затем они госпитализировали пациентов в больницу и наблюдали за ними в течение месяца или около того, 30 дней. И вы можете видеть, что по мере того, как пациенты выздоравливали в течение месяца, все больше и больше стволовых клеток призывалось на помощь. Регенерируйте и заживляйте эту ткань примерно до 12 дня. А затем, примерно на полпути, стволовые клетки начинают восстанавливаться в результате регенерации, которую они проводят. Все, что нужно было сделать, было завершено. Так что на самом деле это показано в исследовании на людях. И еще раз повторяю, это действие относится к биотехнологическому типу. Именно так мы будем изучать регенеративную медицину, терапию стволовыми клетками для лечения ожогов. И, кстати, то же самое касается биотехнологий. Чем сильнее ожог, тем выше вертикальная ось, и площадь ожога становится все больше и больше. Если смотреть по горизонтальной оси, то чем сильнее ожог, тем больше стволовых клеток выходит наружу. Организм знает, как восстанавливаться, как восстанавливать себя, как регенерировать себя. Так что это действительно важно. Проблема в том, что по мере того, как мы становимся старше, активность наших стволовых клеток теряется. И это действительно причина, по которой люди обращаются к регенеративной медицине, почему биотехнологические компании пытаются это сделать. Это болезни старения, а не головного спинного мозга, периферических нервов, сердца, конечностей. Можем ли мы восстановить органы после инсульта, сердечного приступа, сердечной недостаточности, почечной недостаточности? У меня большая мышечная масса. Так что у меня очень много вопросов по биотехнологиям, и я с энтузиазмом отношусь к этому делу. Но самое интересное, что пища также может стимулировать ваши стволовые клетки таким образом, что, честно говоря, у нас пока нет лекарств для этого. Так что на самом деле это растение родом из Центральной Америки. Вот это и есть горшочек с какао. Какао это фрукт, который на самом деле отвечает за производство какао-бобов или коки, которые используются для приготовления шоколада. И поэтому мы знаем, что темный шоколад полезен для нашего здоровья. И вот оказывается, что темный шоколад уже был изучен. В нем содержится флавонол. И если вы возьмете темный шоколад с высоким содержанием флавонолов, 80% или выше, превратите его в горячий шоколад. И дадите его в данном случае мужчинам за 60, у которых были сердечные заболевания. Хорошо, и так, вы даете его мужчинам с известными заболеваниями сердца и плохим кровообращением. И в начале эксперимента исследования измеряете количество их стволовых клеток. Вы можете видеть, что все они как бы группируются вместе, эти маленькие красные точки, 16 испытуемых. А затем вы отправляете их домой. Вы даете им две чашки горячего какао в день. А это темный, очень темный шоколад, по-настоящему темный шоколад. А потом вы видите, как они это делают. Через месяц вы измеряете, сколько стволовых клеток вышло наружу. Вы можете видеть, что их стволовые клетки увеличиваются в два раза, и все это благодаря горячему какао. Это единственное, что происходит. И поэтому вопрос заключается в следующем. Хорошо, все в порядке. Вы показали, что в крови содержится больше клеток. А это совсем не имеет значения. Совершенно верно. Так вот, они действительно провели клинический тест под названием «Опосредованная потоком дилатация», в ходе которого они действительно использовали манжету для измерения артериального давления и ультразвуковой зонт. И угадайте, что они обнаружили. У тех людей, которые действительно пили горячее какао, улучшилось кровообращение. Улучшилась адаптивная устойчивость их кровеносных сосудов и кровоток, после целый месяц я пил горячее какао. Таким образом, питание как лекарство соответствует тому же типу клинического дизайна, который мы использовали для поиска регенеративной медицины. А как насчет общественного здравоохранения? Это исследование, в котором приняли участие 20 человек из Германии, показало, что те, кто съедал 7,5 граммов шоколада в день, имели более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний болезни на довольно значительную величину. Так вот, это целая серия продуктов, стимулирующих ангиогенез. Подробнее о них вы можете прочитать в моей книге. Это еще одна защитная система организма. И, наконец, позвольте мне в заключение рассказать о двух других системах защиты здоровья, которые взаимосвязаны друг с другом. Именно так реагирует наш микробиум на здоровье кишечника и нашу иммунную систему. Так вот, в обеих этих областях вы, возможно, не слышали об ангиогенезе. Возможно, вы не так уж много знаете о терапии стволовыми клетками, но все вроде как слышали о здоровье кишечника, и все задумывались об иммунитете. Опять же, я подошел к этому вопросу действительно с точки зрения исследователей человека, который работал в мире биотехнологий, чтобы постарайтесь улучшить методы лечения. Я специалист по внутренним болезням. Я хочу показать вам, что и то, и другое на самом деле взаимосвязано. Итак, во-первых, микробиум — это 37 триллионов здоровых бактерий, которые на самом деле находятся в нашем организме, в основном в кишечнике. И они живут как бы в нашей толстой кишке. И оказывается, что они живут на внутренней стороне садового шланга. В стенке садового шланга находится 70% нашей иммунной системы. И таким образом, эти кишечные бактерии буквально живут по соседству через тонкую стенку с большей частью нашей иммунной системы. Я привожу такую аналогию. Помните, в колледже, если у вас была комната в доме, в спальне одного студента колледжа была тонкая стена с соседним студентом. Вы могли бы постучать в стену, чтобы спросить своего соседа по комнате, например, какую пиццу он хотел бы заказать, и они могли бы вас услышать. Именно так бактерии общаются с иммунной системой, а иммунная система отвечает бактериям тем же. Это очень важная концепция, потому что это один из способов, которым микробиум нашего кишечника влияет на наш иммунитет, нашу воспалительную систему. И кроме того, эти бактерии влияют на наш мозг, секрецию социальных гормонов. Наш липидный обмен, наша способность к исцелению с помощью факторов роста наших стволовых клеток. Микробиум нашего кишечника влияет на множество различных аспектов нашей жизни. Это одна из новых областей медицины, которая будет занимать исследователей еще как минимум 50 лет. Будет становиться все жарче и жарче, как на поле боя. Мы только начинаем заниматься этим прямо сейчас. Так вот, вы знаете для любого, кто скажет, ну у меня есть лекарства от расстройства кишечника. Я просто говорю вам, что настоящая правда в области здравоохранения заключается в том, что мы только начинаем этот совершенно новый этап в понимании микробиома. Итак, в настоящее время существуют три стратегии, которые направлены на поддержку защиты здоровья микробиома. Давать прибиотики, пробиотики и избегать вещей, которые могут повредить вашему микробиому. Итак, вот вам несколько сюрпризов. Киви – хороший пробиотик. В нем содержится много витамина, который полезен для микробиома вашего кишечника. Кроме того, в нем содержится тонна клетчатки. Так вот, это исследование, проведенное в Сингапуре, где они действительно хотели проверить, что произойдет на самом деле, если вы просто дадите кому-то два киви в день. А если вы измерите количество кишечных бактерий, посмотрев на какашки и стул. Так что на самом деле это исследование микробиома фекалий, которое сейчас проводится классическим способом. На самом деле это один из видов исследований, которые обычно проводятся. Просто съедая два киви в день, ничего больше не меняя, можно увеличить количество полезных кишечных бактерий за 24 часа на 35%. А в течение четырех дней количество различных бактерий выросло на 17%. Эти бактерии производят краткоцепочечные жирные кислоты, которые снижают воспаление, помогают вашему холестерину и липидам лучше работать, улучшают ваш энергетический обмен. И фактически помогают вашему кишечнику выделять слизь. Так что для того, чтобы действительно повлиять на это, не нужно много усилий. И это действительно важно. Ферментированные продукты, такие как капуста, кимчи, квашеная капуста, йогурт и даже некоторые виды сыра. На самом деле это может способствовать росту полезных бактерий в нашем кишечнике. И даже хлеб на закваске на самом деле содержит кишечную бактерию под названием лактобасилосрат, которая также может быть полезна. На самом деле это лактобацилорат и хлеб на закваске, которые мы едим, люди едят уже так много сотен лет. Что настоящие бактерии, которые изначально пришли из человеческий кишечник, приспособился к хлебному тесту. А теперь у него есть своя собственная версия теста для хлеба. И было доказано, что использование лактобактерий действительно может снизить или подавить развитие опухолей в молочной железе. Итак, еще один мощный способ, это своего рода работа, которую мой коллега проделал в Массачусетском технологическом институте, изучая этот вопрос. Итак, вопрос заключается в следующем. Если у вас все в порядке, то вы показали мне несколько бактерий и хлеб. Когда вы будете печь хлеб, вы действительно убьете бактерии, не так ли? Да, именно так. Вы убиваете бактерии, но даже фрагменты бактерий все равно могут воздействовать на мозг, в данном случае, и помогать мозгу выделять окситоцин, который является социальным гормоном. Это тот самый гормон, который вырабатывается у вас, когда вы видите друга, обнимаете кого-то или целуете. Это также тот самый гормон, который выделяется мозгом во время оргазма. И вот еще раз повторяю, мощная концепция заключается в том, что кишечные бактерии полезны и даже фрагменты кишечных бактерий могут быть полезны. И это действительно показывает уровень окситоцина у людей, которым дают лэктоубосилос рютери. Но даже если бактерии разрезать на части, это все равно сработает. Так что это действительно потрясающая вещь. Существует множество продуктов питания, которые благотворно влияют на микробием. На данном этапе позвольте мне также сказать, что многие вещи могут негативно повлиять на микробием. На самом деле я бы сказал вам, что красное мясо и обработанное мясо, на самом деле с большим количеством консервантов и химических веществ, могут повредить микробиему. Было доказано, что искусственные подсластители действительно повреждают микробием уже через 24 часа после того, как вы выпили диетическую газировку. Ваш микробием может измениться в негативную сторону. А также ультрапроцессированные пищевые продукты, упакованные в коробку с трудно читаемыми ингредиентами, также повреждают микробием. Ну что же. Итак, вы уже слышали о некоторых вещах, но сейчас я предлагаю вам взглянуть на них с другой точки зрения, чтобы понять, почему это действительно так. Итак, как же микробием связан с иммунной системой? И откуда мы знаем, что это действительно работает? Бывший президент Джимми Картер, самый старый из ныне живущих президентов, на самом деле после своего президентства. Фактически начал строить дома, среду обитания для человечества в Джорджии. Он заболел меланомой, и в конце концов эта меланома распространилась на его печени мозг. Так вот, для любого человека это действительно было бы смертельным диагнозом. Распространение меланомы на ваш мозг невозможно излечить. Однако, когда ему было за 90 и с ним происходило то же самое, он в конце концов принял участие в клинических испытаниях иммунотерапии. А иммунотерапия это терапия рака, которая не убивает рак напрямую, но снимает покровы с опухоли. Так что ваша иммунная система, или как в случае с президентом Картером, иммунная система 90-летнего человека могла обнаружить эту опухоль. Таким образом, даже если вам 90 лет, ваша иммунная система достаточно сильна, чтобы находить и уничтожать раковые опухоли. И после того, как он получил это лечение, у него наступил полный ответ, и он до сих пор жив, не имея абсолютно никаких признаков рака. Он написал свой некролог, а затем разорвал его. Так что это не президент Картер, но это как раз тот случай, когда у вас могут быть метастазы рака до лечения в красном круге и после иммунотерапии. Здесь нет никакой химиотерапии. Единственное, что произошло, это то, что лечение фактически сорвало покровы с опухоли, чтобы ваша иммунная система могла найти ее и уничтожить. Как я уже говорил вам, у всех нас есть микроскопические опухоли. Вот почему они не исчезают. Они не причиняют вреда, потому что наша иммунная система в конечном итоге уничтожит их. Мы действительно можем побудить организм сделать это. Это и есть биотехнологическая иммунотерапия. Так вот, оказывается, что не все реагируют таким образом. И в течение долгого времени мы действительно не знали, что заставляет кого-то реагировать, а что-то не реагировать. Оказывается, микробием кишечника имеет абсолютно решающее значение. Если у вас есть правильные кишечные бактерии, вы можете реагировать на иммунотерапию. Если у вас в кишечнике нет нужных бактерий, вы не будете реагировать, потому что ваша иммунная система не реагирует на нужные бактерии. И если вы не будете реагировать, то можете получить действительно плохой результат. И это было сделано моим коллегой, доктором Лоуренсом Цитвагелем из Парижа. И она изучила 200 пациентов с раком, которые получали лечение с помощью иммунотерапии, а затем попыталась рассмотреть все различия. И единственное различие, которое было обнаружено, это одна бактерия в микробиоме кишечника. И эта кишечная бактерия называется акромансиомосинофила. Это акромансиомосинофила. Эта бактерия, когда она присутствует, общается с иммунной системой, побуждает ее к действию и позволяет ей уничтожить рак. И избавиться от этой бактерии очень легко. Если вы возьмете Z-пакет, например, для лечения бронхита, этого будет достаточно, чтобы действительно уничтожить эти бактерии. Так как же вы на самом деле восстановите их обратно. Потому что вы не можете есть это как пробиотик. Единственный способ заразиться акромансией, это употреблять ее с пищей. Оказывается, гранаты и клюква помогают вашему кишечнику выделять слизь, в которую так любят попадать эти бактерии. Эта пища гранат, клюква и виноград конкорд, на самом деле являются чем-то вроде удобрения, которое помогает этим бактериям снова расти. Так вот, эта статья уже опубликована во множестве различных журналов. Диетические факторы могут улучшить состояние акромансии, важной бактерии, которая взаимодействует с вашей иммунной системой и помогает проводить иммунотерапию рака. По сути, если посмотреть на клетки, то можно увидеть, что гранат влияет на слизь, рост бактерий, микробиома, влияет на иммунную систему. А если вы проходите иммунотерапию в пакете, который подвешивается как мешок, и он попадает туда, что иммунотерапия позволит этим иммунным клеткам действительно обнаружить рак и уничтожить его? Зачем я вам это показываю? Потому что этот пакетик с иммунотерапией принадлежал моей матери, у которой на самом деле был метастатический рак эндометрия, распространившийся по всему телу. Что обычно является действительно терминальным типом ситуации. И все, что мы смогли сделать, это помочь ей найти неопровержимые доказательства, которые позволили бы ей получить иммунотерапию, получить иммунотерапию. А затем мы дали ей гранат и клюкву, чтобы она могла увеличить количество акромантий и кишечной слизи. И она полностью отреагировала на это. И таким образом весь рак исчез. Она жива и по сей день чувствует себя очень, очень хорошо, и никаких признаков рака у нее нет. Так что я никогда не думал, что за всю свою карьеру действительно увижу такой прогресс в борьбе с раком. И я никогда не думал, что смогу действительно применить это к своей собственной матери. И я никогда не думал, что еда, диета, правильное питание, еда как лекарство могут быть действительно полезны. Это была еда и лекарство. И это действительно очень важная концепция, потому что многие люди говорят, не обращай внимания на медицину. На самом деле речь идет о натуральных веществах. Я говорю тебе как врач, занимающийся биотехнологиями, что мы можем сочетать продукты питания и лекарства вместе. Так оно и есть. Это всего лишь инструменты в наборе инструментов. Одно из них ничем не лучше другого. Все это те вещи, которые мы действительно должны использовать и думать об этом. Так что теперь у нас есть вакцины против ковида. И теперь мы знаем, что продукты питания также действительно важны. А теперь позвольте мне просто поделиться с вами некоторыми знаниями о продуктах питания. Или поделиться с вами некоторой информацией о том, что я узнал с точки зрения своих знаний о продуктах питания и о том, как они связаны с ковид. Во-первых, мы знаем, что продукты питания могут улучшить эффективность вакцин. И в наши дни все получают вакцину, потому что именно так мы приближаемся к свету в конце туннеля. Оказывается, были проведены исследования по созданию вакцин против гриппа. Это не вакцина против ковида, но употребление в пищу ростков брокколи действительно может улучшить эффективность вакцины. Две чашки ростков брокколи в день в виде коктейля и здоровый доброволец, получающий вакцину против гриппа, могут увеличить реакцию ваших иммунных клеток в 22 раза. Это единственное отличие по сравнению с плацебо. И когда вы действительно ищете вирус гриппа в этих дрожжевых ростках, поедающих ростки брокколи, то обнаруживаете, что у них почти не осталось вируса в носу. Когда вы действительно меняете нос местами. Так что эта идея о продуктах питания, которые могли бы усилить реакцию на вакцины, очень и очень важна. Именно в этой области ведутся исследования, которые действительно ведутся в настоящее время. Это также показывает влияние продуктов питания на саму эпидемию ковид. На самом деле эта статья была опубликована в июле 2020 года. В ней рассматривались данные о 900 пациентах, которые все были нормально здоровы. А затем они продолжили следить за ними, чтобы выяснить, у кого из них может развиться ковид. И им удалось измерить их кровь, стул, какашки, чтобы определить микробием. А еще они получили то, что съели. И вот что они обнаружили. У людей, которые на самом деле не заразились ковидом, в крови был повышен уровень естественного убийцы вирусов, называемого гамма-интерфероном. У тех людей, у которых было больше гамма-интерферона, были естественные бактерии, пара естественных бактерий в кишечном микробиоме, лактобацилы и руминококи. Две бактерии, которые были обнаружены у людей с повышенным уровнем сахара в крови, и у людей, которые сделали вирус естественным убийцей. А у кого на самом деле были лактобацилы и руминококи, эти здоровые кишечные бактерии. Это люди, которые ели или пили больше чая, зеленого или черного чая, или ели больше морепродуктов. Так что еще раз повторяю, это было как бы в реальном времени, в разгар пандемии, попробуйте использовать те же самые инструменты, чтобы попытаться понять, что на самом деле происходит в организме и как вы связываете это с микробиомом, который является защитной системой, иммунной системой, гамма-интерфероном и как это также связано с пищей. Так что в такой области, как питание и медицина, еще предстоит сделать много действительно интересных вещей, как у вас обстоят дела на самом деле. Итак, еще раз повторяю, гамма-интерферон был защитным средством убийцы вирусов. Лактобацилла была одной из здоровых бактерий. Они обнаружили, что чай ЭК, который представляет собой котехин, содержащийся в чае зеленом или черном чае, был одним из них. А затем они также изучили морепродукты. Так что я просто закончу этой цитатой из Гиппократа, так как я начал с Гиппократа, который действительно сказал это. И вот что он написал. Природные силы внутри нас являются истинными целителями болезней. И если мы знали об этом тысячи лет назад, то сейчас мы совершенно уверены в этом. Потому что мы знаем, что наше тело жестко связано с нашими системами защиты здоровья или с ними мы рождаемся. С того момента, как мы появились на этой планете и до нашего последнего вздоха, эти пять систем защиты здоровья функционируют. Это андрогенез, стволовые клетки, микробиом, защита ДНК, наша иммунная система. Они работают на полную мощность, помогая нам противостоять болезням. И сейчас мы начинаем проводить исследования, используя продукты питания в качестве лекарства, чтобы выяснить, как продукты питания активируют наши защитные силы здоровья.